Мода на экологичный и здоровый образ жизни в 2021 году продолжает набирать обороты. Все больше людей задумываются о собственном здоровье и о здоровье тех мест, в которых они живут. Совместить эти два дела, занятия спортом и заботу об окружающей среде, решили в 2016 году в Швеции, где придумали плоггинг – забег трусцой на определенную дистанцию, который сочетается со сбором мусора. В Дмитрове стараются поддерживать такие полезные инициативы и уже не в первый раз проводят подобный забег. В этом году местом проведения акции был выбран Центр зимних видов спорта в микрорайоне Внуковский. 1 мая в 11 утра здесь стартовал плоггинг – забег для взрослых и детей. Участники были разделены на две группы в зависимости от возраста и на команды по несколько человек. Девушкам и юношам до 18 лет было предложено собирать мусор в течение 30 минут, а всем совершеннолетним участникам на плоггинг давался час. Всем самым необходимым – перчатками и мешками для сбора мусора – участников обеспечили организаторы. Спустя 20 минут после старта спортсмены стали возвращаться на стадион с полными пакетами мусора. Самые активные, такие как Наталья Цветкова и Антон Слепых из команды «Ромашки», снова отправлялись вглубь леса, чтобы вынести оттуда побольше мусора. Места, где он лежит, Наталья и Антон знают хорошо, поскольку они часто бегают на стадионе и пробегают мимо небольших свалок. Мы постоянно гуляем, и очень грязно. А здесь такой повод собрать все вместе. Плюс еще мы здесь занимаемся спортом, бегаем. Лена Анатольевна ведет здесь секцию «ЗОЖ», и мы тут занимаемся. Мы периодически наблюдаем, как многие просто бескультурно ведут себя, бросают мусор, бутылки. Даже после того, как здесь посидели, отдохнули, они за собой ничего не убирают. Ну, естественно, кому убирать, кроме как, не нам. Давай еще люднее. 40 килограмм собрали, вам не тяжело было нести все это? Люди спортивные, тренированные. Нет, мне не тяжело, у меня был один мешочек. Ну, кстати, он был 10 килограмм. А, это вообще первый раз, когда я где-то принимала участие, вообще то, что у меня есть какой-то кубок. Мама, наверное, будет очень гордиться, что я первая по мусору в этом городе. Больше 30 килограммов мусора собрали участники команды «Флэш», которые с таким результатом рассчитывали на победу, но опередить ромашек им не удалось. Почему решили принять участие в сегодняшней акции? Потому что моя мама ходит на тренировки всегда. Да, и мы много времени проводим в этом лесу. Мы бегаем все время с Леной, с нашим тренером. Но часто в этом лесу находимся и хотим, чтобы воздух там был чистый и среда окружающая была чистая вокруг нас. Поэтому мы как бы сами для себя и стараемся, очищаем. Ну, очень рады, что провели такой праздник сегодня, плогин «Забег». Надеюсь, мы не раз еще будем. Девочки уже и в том году ходили, ну, самостоятельно. Да, самостоятельно проводили такой забег. Команда «Смешарики» 1 мая, участвуя в забеге, не только собирала мусор, но еще и прививала правильные отношения к отходам у подрастающего поколения. Ну, вообще, данное мероприятие, то есть лес, это часть нашей жизни. Мы здесь постоянно бегаем, постоянно проводим время. И, соответственно, то, что мы сейчас делаем, мы делаем в первую очередь для себя. Мы будем тоже здесь проводить забеги. Лес этот наш мы очень сильно любим, ценим и оберегаем. Даже не подключаем детей. С юных лет начинаем детей приучать к хорошему образу жизни, помогать природе, чистим ее. И все у нас будет прекрасно. У всех дмитровчан в том числе. Как ваша юная помощница, помогала вам сегодня? Конечно. Она вообще нам все делала. И морально помогала, и физически показывала, где фантик каждый находится. Мы подбегали и брали. Да, имечка? Смешарики стали бронзовыми призерами. Уступив ромашкам и флэшу. Но кажется, что никто не расстроился занятому месту. Ведь оно было не так важно. Все участники внесли ощутимый вклад в очистку леса, собрав почти 170 килограммов отходов. Донести тяжелые пакеты до финиша, взвесить их, а также не заблудиться в лесу в поисках того самого мусора, участникам помогали студенты Дмитровского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.